В этой стоматологической поликлинике работают 66 человек. Зубные врачи, техники, медицинские сестры и, конечно же, стоматологи. В числе самых опытных – Надежда Блинова. Женщина посвятила этой профессии большую часть своей жизни. Ее общий стаж – более 40 лет. Стоматологом я решила, наверное, стать, потому что я вообще хотела в медицину. Два года отработала на скорой, а потом решила поступать все-таки стоматологически. Мне нравится эта работа. По словам специалистов, Денина оказывает медицинскую помощь нескольким десяткам человек на прием-приходе с различными проблемами. Чаще всего сейчас в данный момент обращаются люди, они хотят восстановить то, что ранее мы удаляли зубы. То есть с корнями, с передними зубами. То есть хотят к эстетике. Среди пациентов Надежды Блиновой – те, кто доверяет ее профессионализму. На протяжении нескольких лет они уверены, ее умелые руки качественно выполняют свою работу. Такое доверие для специалиста – стимул для создания красивых улыбок, за которыми нужен своевременный уход. Ну, совет за зубами – это, естественно, посещать стоматологию два раза в год – это минимум. И гигиеническая очистка – это немаловажное значение. И это порой глобальное даже. То есть чем лучше полость вычищена, тем зубы лучше сохраняются. По словам специалиста, посещение стоматологии сегодня страху ахтубинцев не вызывает, поскольку для их лечения применяются современные технологии. Избавиться от дентофобии, боязни стоматологического лечения, которую испытывает пациент, сидя в очереди, помогает упрощенный стиль записи. Попасть на прием можно по номеру регистратуры 51869 или через интернет, где также можно ознакомиться с графиком работы. Настоящим подарком для поликлиники и ее посетителей стали ремонтные работы, благодаря которым в лечебном учреждении обновился холл, коридоры, мощные комнаты. По приказу Минздрава идет проект «Бережливая поликлиника». И вот мы пытаемся работать, начинаем внедрять все эти, лишнее все убираем, маршрутизаторы, чтобы было удобно пациентам, чтобы не было очередей, чтобы человек пришел в поликлинику. Ну не больше получаса, часа занимал у него прием в поликлинике, и он долго не находился в наших стенах. Поэтому все делается для наших пациентов. Стало достаточно светло, такое ощущение, что достаточно свободно, все прозрачно, хорошая новая вывеска, регистратура, касса, окошко регистратуры стало более доступно, все просматривается. Для создания доступной и комфортной среды для пациентов в поликлинике также будет разработан план маршрутизации, или, проще говоря, схемы направлений, ориентируясь на которую охлубинцы смогут легко найти нужный им кабинет. И это еще не все планы на будущее. Ой, на будущее планов много. Хотелось бы, конечно, заменить немножко оборудование, какие-то новые услуги, может быть, внедрить. Хотя задумки у заведующей есть, мысли есть, желания есть. Марина Мазеева, Анатолий Калинкин, Татьяна Тубинина, Ахтубинск ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова